Что, собственно, будет в общем-то и позорной стройке получать предупреждение? Ну, вы знаете, что данный объект относится к наивысшему классу последствий. Чуть-чуть громче, но мы не слышим даже здесь. Вы же знаете, что данный объект относится к наивысшему классу последствий СС-3. Проверки на данном объекте имеют право проводить только областной департамент архитектурно-строительного контроля Украины. Но мы, в свою очередь, неоднократно там проводили комиссионные проверки. Кроме того, нами было написано заявление в прокуратуру по поводу разрешения памятника архитектуры. И на основании именно нашего обращения был зарегистрирован ЕРДР по факту уничтожения памятника архитектуры. На сегодняшний день разрешительных документов наше управление на начало строительных работ не регистрировало по этому адресу. Кроме того, нашим управлением было установлено, что еще в 2016 или 2015 году была зарегистрирована декларация о капитальном ремонте крыши. Данная декларация была отменена. Но собственник данного помещения не согласился, подал на нас в суд. Первую инстанцию он выиграл. Нами подготовлено и подано апелляционное жалобо. Скажите, а есть какой-либо орган, который теперь мог разрешить пристройку к памятнику? Департамент архитектурно-строительного контроля Украины. Продолжение следует...